Всем привет! С вами я Алиса с канала Белевикс и сегодня я хочу вам рассказать про Делюксовую Дракулауру, то есть Collectors Edition Дракулаура Долл или как некоторые называют еще Collectors with 1600 Дракулаура Долл. На коробке мы не видим привычных 6+, так как Mattel позиционирует Делюксовую Дракулауру как Adult Collector, то есть коллекция для взрослых или взрослый коллекционер. Скорее всего это потому, что коробка в виде гробика, а образ у Дракулауры довольно мрачный. Однако на коробке и не присутствуют другие знаки запрета типа 12+, 16+, ну или 18+, которые по нормам международного права должны присутствовать на детских товарах спереди на обложке. Но, однако, внизу коробочки мы заметили такую надпись, что эта кукла предназначена для коллекционеров или для тех, кто старше 14 лет. А далее надпись, которая заклеена мистическим способом под цвет коробки. Отрываем. И что же мы тут видим? И видим, что тираж этой куклы не более 7000 на весь мир. Этот тираж примерно такой же, как и у черно-белой базовой Фрэнки. Скорее всего, Маттелл решил выпустить куклы немного другого сегмента рынка, но и тем самым оправдать подъем цены и заодно начать линейку коллекционных кукол, как у Барби, привнеся некую таинственность при указании, что эта коллекция не для всех, да еще и заклеив тираж. Одним словом, чем больше запретов, тем больше хочется этих кукол. Помните, у Джинни Висп Гранд с Киераном Валентином также написано на коробке, что это взрослая коллекция? Но страхов-то там нет, помните? А вот претензии на ограниченный по количеству выпуск кукол, он присутствует. Ну а когда замешивают историю о возможности приобретения кукол только в определенное время, в назначенном месте, заранее сделав заказ, Ну, вы сами понимаете, что даже самая обычная вещь становится вам просто необходима. Я не собираюсь вас уговаривать или отговаривать покупать эту куклу в свою коллекцию. Надеюсь, этот выбор вы сами можете сделать после моего обзора. Итак, образ Дракулауры выглядит немного неординарно. Ее образ сделан непривычным для нас в винтажном стиле, а вовсе не в современных платьях и юбках. Делюксовая Дракулаура выглядит в совершенно ином стиле. Стоит лишь взглянуть ее глаза, обрамленные длинными ресницами, которые ранее не использовались в куклах Монстр Хай. У коллекционной Дракулауры очень драматичный образ, напоминающий фильмы с Вероникой Фон Вамп или чудесные наряды монстров из прошлого мультфильма Фрики Фьюжн. Делюксовая Дракулаура круто удивила тем, что ее рост составляет примерно 35 сантиметров. Теперь давайте рассмотрим коробку. Коробка сделана в виде гробика. Такое ощущение, что это асфальт, который растрескался от того, что лежит тысячелетиями. Но на самом деле это гробовая доска или надгробье на могиле. И, наверное, поэтому кукла предназначена для тех, кому исполнилось 14 лет. Передняя часть коробки полностью прозрачная и в центре есть куколка. Внизу есть напоминание, как зовут нашего персонажа Дракулаура. А ниже есть надпись Established 411 Ad. И переводится это как установлено в 411 году от Рождества Христова или же Дновой Эры. Не очень-то понятно, что с ней произошло. То ли она родилась, то ли умерла. Я думаю, мы узнаем об этом в новых эпизодах, которые выйдут, а может быть и не выйдут. В общем, под этими надписями есть герб Monster High, а ниже надпись – взрослая коллекция. На задней стороне коробки изображен красивый арт-друг Лауры в полный рост в рамочке. Ниже есть рассказик, и сейчас я вам переведу на русский, что тут написано. Эта прекрасная девушка – безнадежный романтик с душой и поэта. Она хороший друг с добрым сердцем, готовая закрыть глаза на чужие изъяны. Ее любимый цвет – розовый, а ее сердцу – ближе теплые и солнечные дни. Возможно, вы еще не знаете, что она вампирша, но так оно и есть. Дракулаура – ученица Monster High и член группы поддержки ужасов. Она дружит с оборотнями и любит проводить деньки на пляже. Дракулаура – дочь самого Дракула и приемница всего наследия великого вампира, за исключением лишь одной черты. Для всех она загадка, укутанная в сладкую обертку и наполненная нотрезаразительным смехом. Такую Дракулауру вы еще не видели никогда. Сверкающая в атласном платье, обшитая кружевом. Каждая деталь кропотливо создана для олицетворения высокой викторианской вампирской моды XIX века. Прогуляйтесь по темным улицам старого Лан Дума и откройте для себя заново старых друзей или заведите парочку новых. На внутренней части коробки изображена розовая кожа в виде паутинки. Сейчас давайте отделим внешнюю часть от коробки. Делается это вот таким вот образом, как будто мы открываем крышку гробика. Кукле прилагается уникальный дневничок, зонтик в левой руке и детализированная черная подставка. На подставке есть летучие мышки и завитушки. Дневничок находится за картонкой, а вот и он. В дневничке всего лишь три страницы с текстом, а остальные фотографии самой куклы от производителя. Первая страница это вступление и внизу есть надпись с уважением к команде Monster High. Вторая страница это записи из дневника Камилы. Камила это ее мама. Итак, сейчас все переведу. Дракула сын дракона, древний вампир. Предположительно, дракула родился на 1500 лет раньше румынского правителя, Влада III Цепеша. Примечание имеется в виду Влад III Цепеш, или же Влад Дракула, или же Влад Цепеш, князь Валахии. В этом дневнике есть записи о римском центурионе из легионов Цезаря. Если верить этим записям, то его звали Драко, что с латыни переводится как Дракон. Он упоминается лишь однажды, как командир особого ночного легиона, который Цезарь развернул во время завоевания Галлии, то есть Франции. Примечание. Пролистав исторические данные, мы не нашли данного легиона среди легионов Цезаря. Возможно, имелся в виду девятый легион Хиспана, а может быть авторы просто оставили его безымянным, или имели в виду легион, нападающий ночью, чтобы не вмешиваться в реальную историю. Пускай это лишь единственное упоминание о Дракуле в исторических записях, но Дракулаура рассказывала нам еще кое-что касательно ее отца. Я хотела бы упомянуть, что мой отец был вампиром уже тогда, когда только начала входить в моды Тога. Я очень рада, что он больше не носит их. Примечание. Тога это верхняя одежда для мужчин в Древнем Риме. Дальше идут пункты. Маму Дракулаура звали Камила, она вышла замуж за римского воина по имени Гай. Прапрапрадедушка Гая, которого звали Троян, служил у Дракула и всячески поддерживал его. Гай был убит в битве, оставив Камилу без средства на содержание. Однажды ночью Дракула навестил Камилу. Он хотел позаботиться о Камиле, потерявшей мужа, и о будущем ее ребенке. Дракула считал это своим моральным долгом по отношению к прадеду ребенка. Камила приняла его помощь, и они переехали в дом Дракулы, где и родилась человеческая девочка. Ее назвали Дракулаурой, в честь Дракулы, приютившего их. Дракула вместе с Камилой и Дракулаурой переехал в римскую провинцию под названием Дакия. В настоящее время это территория Румынии. Дракулаура была веселым и добрым ребенком, способной очаровать даже мрачного и задумчивого хозяина дома. Камила не боялась настоящей сущности Дракулы, а потому быстро сблизилась с ним. Она стала главной в его доме, работая в дневное время суток. Он доверял ей всю свою нежизнь и влюбился в Камилу по уши. Однако она отказалась от его предложения, касающегося ее превращения в вампиршу. Дракуле пришлось уехать, чтобы заняться старым бизнесом в Риме. И пока он отсутствовал, чума накрыла Дакию, из-за чего Дракулаура с ее мамой заразились страшным недугом. Дракула тут же вернулся назад, бросив все время, но Камила уже скончалась, и он потерял рассудок от потери любимой. Однако, боявшись потерять еще и Дракулауру, страдавшую от того же недуга, Дракула превратил ее в бессмертного вампира, чтобы уберечь от той же участи. И на третьей странице записи из дневника Дракулауры, и переведено это все с латинского языка. Но сейчас переводить и рассказывать об этом я не буду. А теперь вынем куколку из коробки и посмотрим на Дракулауру чуть-чуть поближе. Вот я раскрыла милашку Дракулауру, и теперь она готова к рассмотрению. Что же, начнем! Прежде всего бросается в глаза ее стройное красивое тело, утонченное и прекрасное. Маттелл подметил, что торс куклы и ноги длиннее обычных. И кстати, у делюксовой Дракулауры есть так же, как и у Гулиопы и Джинни грудой шарнир, и благодаря ему кукла может поворачиваться вбок. На голове у Дракулауры одета милая черная шляпка в очаровательном вампирском стиле. На ней можно заметить сердца и крылья летучих мышек, а также большую паутину в самом низу. Шляпа внутри полая и выполнена в черном цвете. Во всем наряде Дракулауры наблюдается розово-черная гамма, и шляпка добавляет ей старинного шарма, что создает неповторимый образ. Волосы у Дракулауры в этой серии стали более светлыми, приобретя нежно-розовый оттенок, вдобавок к привычному черному. Практически весь черный цвет в прядях спереди, а розовые копны сзади. Спереди также есть длинная завитая прядь, и выглядит это очень стильно и красиво. От одного взгляда на куклу пропитываешься высокой модой прошлого. К Дракулауре прилагается вполне функционирующий зонтик, его можно сложить и открыть снова. Детализация у зонтика просто шикарна. Выполнен он в розовом цвете, но по нему проходит черный аккуратный вышитый узор паутины и вампирских крыльев. На верхней части зонтика расположилась летучая мышка, как и на черной длинной ручке очаровательная мышка. Заметно, что глаза у Дракулауры отдают стеклянным блеском, и кажется, словно она действительно смотрит в разные стороны, куда-то в небытие. Глаза очень фиолетового цвета, и они как будто живые и большие, обрамленные настоящими длинными ресницами. Брови довольно толстые по сравнению с обычными куклами, а губы темно-розовые с клыками. Под левым глазом у Делюксовой Дракулауры есть родинка в форме сердечка фиолетового цвета. Облегающее платье тоже требует особого внимания. Оно сделано по типу русалка, а потом распускающийся, как русалочный хвост. У Комиконовской Рэйвен платье выполнено по такому же фасону. На шее у Дракулауры милый бантик черно-белого цвета в полоску. Вверх сделан из черной полупрозрачной ткани и на груди из розовой. Рука вода ходит Дракулауре почти до самой кисти. На плечах у Дракулауры лежит накидка в виде крыльев летучей мыши. Они сделаны из полупрозрачной черной ткани с черной вышивкой под крылья. Имеется прелестный воротник. Крылья закреплены резинками на кисти руки. От груди идет облегающая и подчеркивающая талию Дракулауры платье. Оно расписано прелестной розовой вышивкой, которая удивляет и заставляет проникнуться к Мотеллу уважением. Какая же высокая детализация! Низ платья а-ля русалочный хвост состоит из нескольких слоев. Первый узорный, а под ним розовые слои в виде крылышек летучих мышей. Ботиночки у Дракулауры не менее проработаны. Основа выполнена в бело-розовых тонах, а подошва черного цвета. Каблук сделан в виде черной летучей мышки, которая завернулась в свои крылышки. А теперь посмотрим рост куколки и сравним с другими куколками Монстер Хай. Рост делюксовой Дракулауры составляет примерно 35 сантиметров. Видим, что стандартные куколки на голову меньше Дракулауры, а маленькие куколки и вовсе на две головы меньше. А вот взрослые персонажи почти одинаковы с Улой. Ну а Гулиопа тем более не сравнится с вампирчиком. Кстати, у делюксовой Дракулауры тоже есть крутой шарнир, как и у Гулиопы Джиллингтон и Джинни Висп Грант. Это очень удобно для игры. Благодаря этому шарниру кукла может поворачиваться в бок. Хотя лично мое мнение, что делюксовая Дракулаура лучше смотрится в коробочке. Она ведь создана для коллекционеров, нежели для игры. Когда к нам приехала эта очаровашка, я буквально визжала от радости. Она во-первых эксклюзивная, во-вторых моя хотелка, да и в-третьих она просто превосходна. Но это лично мое мнение. А вам нравятся делюксовые Дракулауры? Напишите мне в комментарии под этим видео. А с вами была я, Алиса, с канала Белевикс. Подписывайтесь на наш канал, участвуйте в конкурсах и розыгрышах на канале. Следите за новостями ВКонтакте и Инстаграме, ссылка будет в описании. Принимайте участие в конкурсе на сигну с этой милашкой Дракулаурой в моей группе ВКонтакте. Не пропускайте новые видео. Be cool and crazy. Пока-пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok